Всем привет друзья, с вами Реалай, вчера вечером вышло обновление, игра обновилась до версии 1.15.0 и теперь уже нету никаких сомнений к чему были технические работы. Что же поменялось в игре? Серьезному улучшению подверглось взаимодействие с самоцветами в мастерской самоцветов. Небольшие доработки и улучшение подземелья, ребаланс и усиление некоторых игровых предметов, оптимизация игры и исправление различных багов. Более подробно обо всем читайте в игре, но на данный момент информация в игре отсутствует, потому что обновление только-только начали заливать, оно доступно еще не всем, так что не паникуйте, либо сегодня вечером, либо завтра вы обязательно обновитесь. И насколько я знаю, для владельцев iOS тоже пока что недоступно это обновление, потому что оно еще не прошло проверку в App Store. Теперь давайте зайдем в игру и посмотрим, что же поменялось визуально. И поскольку основные изменения коснулись взаимодействия с самоцветами, давайте мы перейдем в мастерскую самоцветов и теперь она выглядит вот таким вот красочным образом. А самое главное, друзья, это очень удобно. Давайте пробежимся по всем основным пунктам. Переходим во вкладку надетые предметы. Теперь мы видим бойца и какие предметы на нем надеты. Выбираем, например, броню. Здесь мы видим самоцвет, нажимаем использовать и можем самостоятельно выбрать, какой самоцвет мы будем ставить. Причем серым обозначены те самоцветы, которые отсутствуют полностью в броне. Если вы не хотите самостоятельно все расставлять, вы можете нажать кнопочку максимум и автоматически самые максимальные подходящие самоцветы сами встанут в вашу броню. Это очень удобно. Единственное, что вам остается, просто нажать на кнопочку инкрустировать. Следующие три строчки предельно понятные. То есть, например, оружие на складе. Здесь показано только все оружие, которое у вас есть. Здесь вся броня, которая имеется, ну а также бижутерия. В принципе, не будем здесь больно останавливаться. Переходим во вкладку улучшения. И самая верхняя строчка это те самоцветы, которые мы уже использовали. То есть, на данный момент они стоят в каких-либо предметах. Выбираем эту строчку и видим, что здесь тоже удобно, как и с бойцами. То есть, мы видим предмет и какие самоцветы в нем уже стоят. Так, давайте выберем один самоцвет и нажмем повышение уровня. Нажав на кнопку максимум, мы максимально выложим всю нашу пыль, которая нужна для повышения с первого уровня по 30. И все это дело стоит 6 миллионов золота. Следующий момент, который мне очень сильно понравился, теперь удобно прокачивать самоцвет. То есть, если раньше у вас было ограничение, например, по золоту, то есть у вас миллион, например, золота, и вы хотите прокачать на полную стоимость ваш самоцвет, то вы, наверное, тоже сталкивались с такой ситуацией, когда вы накидываете столько пыли, что у вас выходит там миллион пятьсот. Вам приходится обратно сбрасывать. Вы сколько-то на глаз сбросили, у вас стало миллион сто. И вот вы постоянно эту пыль туда-сюда гоняете, пока не подберете определенное количество пыли под ваше золото. Теперь этот момент исправили. То есть, можно один раз нажать, ушла одна пыль. Можно зажать тап, и ваша пыль будет постепенно переходить, и вы видите, как растет сумма, и ее очень легко контролировать. Давайте мы, например, прокачаем этот самоцвет, отталкиваясь от того, что у нас сейчас имеется шестьсот девяносто одна тысяча золота. Очень легко и быстро я подобрал определенное количество пыли под свое количество золота. Нажимаем улучшить, и все это дело у нас, соответственно, улучшается. Чуть ниже у нас расположились все остальные самоцветы, которые находятся у вас в инвентаре по соответствующему своему бонусу. Например, мы убираем физический урон, и давайте посмотрим, что здесь находится. Мы видим, что у меня на складе есть четыре синих самоцвета на физический урон. Два зеленых самоцвета девятого уровня, 43 непрокачанных зеленых самоцвета и 103 серых самоцвета. Очень удобно, теперь не нужно считать. Если вы хотите здесь с ними повзаимодействовать, вы просто выбираете самоцвет, нажимаете улучшение уровня, и, соответственно, его улучшаете, как я вам показывал ранее. И то же самое со всеми остальными самоцветами. И теперь переходим в последнюю вкладку, которая называется «Переработка». Здесь, в принципе, все то же самое, что и раньше. Вы ломаете определенное количество кристаллов. По-моему, все ломали. И получаете за это определенное количество пыли. Единственная разница, что теперь удобно. Так же, как и улучшать самоцветы, вы можете зажимать и контролировать сумму по деньгам, которые вам необходимы. Очень-очень удобно. Теперь переходим в самую интересную вкладку. Это «Переработка самоцветов». На первой строчке мы видим те самоцветы, которые уже использованы, а точнее ставлены в предмет. Вы можете выбрать самоцвет, который хотите разобрать. Если он ставлен в предмет, то сначала его необходимо извлечь за определенное количество алмазов. После этого вы можете его разбить обратно на пыль. Чуть ниже расположились и остальные самоцветы, которые только имеются у вас в инвентаре. Например, я не хочу из серых самоцветов делать зеленые. Я выбираю 103 серых самоцвета, нажимаю «Разобрать», выбираю все количество. То есть, хочу уничтожить каждый самоцвет. И за 103 серых самоцвета я получаю 5150 серой пыли. Нажимаю «Ок» и разбираю. Эта функция абсолютно бесплатная, за нее не нужно платить. Поэтому очень удобная штука. Я, наверное, все серые самоцветы сломаю, потому что не хочется мне с ними заморачиваться. Можно оставить, например, самое большое количество самоцветов для дальнейшего выполнения задания. Например, как были в последнем событии. На данный момент это единственное визуальное изменение, которое я заметил. Также изменения коснулись подземелья. Некоторые игроки пишут, что подземелье стало гораздо сложнее. Я сходил туда пару раз, проверил. По мне, как было, так и осталось. То есть, я никаких изменений не заметил. Но на самом деле пока что обновление не было официально объявлено. Поэтому, друзья, ждем, когда каждый из вас получит это обновление. И посмотрим полный список изменений. Так что следите за новостями. Всем, друзья, удачи. Всем пока. Кстати, дружочек. Если ты не поставил лайк этому видео и не подписался на канал Реалайса, то советую с этим не медлить. Сечаешь фишку?